Это тема, фактически, это посыл венгерского правительства и также правительства 21 и другой страны в этом регионе. Я хочу показать вам цели, задачи, результаты нашей работы, которые мы получили за последние два года. На следующем слайде вы все знаете, что рак значительно распространится в ближайшие десятилетия. В настоящее время более 25 миллионов, и это посыл тех людей, которые хотят принять участие в наших общих мероприятиях. Поэтому вы видите, что за ближайшие два десятилетия будет очень много новых случаев, новых диагностированных случаев рака молочной железы даже в Европе. И горячая точка, может быть, будет в Азии, но и на других континентах, в Европе, что еще очень важно для нас, для Центральной и Восточной Европы, для нашего региона. Допустим, мы можем посмотреть на подтипы. Рак молочной железы является одним из наиболее важных подтипов, и мы должны действовать и думать совместно. Вот несколько цифр. Как мы оцениваем количество жителей в Центральной и Восточной Европе? Это примерно 300-500 миллионов. И мы не смогли определить, какое количество диагнозов было поставлено. У нас есть информация по ВОЗ, и мы знаем, что у нас более миллионов вновь обнаруженных случаев рака. И эти случаи также будут выявлены в ближайшие несколько лет. Если мы проверим данные и распространенность по сравнению с другими регионами мира, как, например, по Восточной Европе и по Северной Европе, вы видите, что у нас достаточно высокая распространенность и высокий уровень смертности. И соотношение распространенности и смертности, конечно, требует нашей поддержки, и мы должны достигнуть определенного прогресса за ближайшие несколько лет. И опять же, вы видите данные о распространенности и смертности от 2018 года, и вы видите соотношение распространенности и смертности. Оно гораздо хуже, чем это соотношение, например, в Западной Европе. Вот почему мы должны действовать совместно, и вот почему мы должны думать совместно для того, чтобы решить эту проблему. И, слава Богу, наше правительство и наши ученые поддерживают эту идею очень широко, и это наблюдалось в последние два десятилетия, последние два года. Если вы опять рассмотрите подтипы, наиболее важные пять или шесть подтипов рака, вы видите, что рак очень широко распространен среди курильщиков. Даже рак молочной железы также весьма зависит от этого. Но мы надеемся добиться определенного прогресса в этой области. Конечно, различные соотношения распространенности и смертности в нашем регионе связаны с риском по сравнению с другими странами мира. И существуют факторы риска, необходимы организованные программы скрининга и системы здравоохранения для лечения онкологических заболеваний. И, конечно, существует различие между регионами и странами на континенте. И у нас есть различия в национальных системах здравоохранения, экономические и финансовые ресурсы разные. И, конечно, эти кофакторы приводят иногда к плохим онкологическим результатам. Но такова ситуация, которая существует в Европе также. И здесь вы видите очень важный случай, который произошел в июне прошлого года. Профессор Миккл Кашла, министр природных ресурсов в Венгрии с поддержкой венгерского правительства, создал Центральную и Восточноевропейскую академию онкологии. Некоторые члены этой академии, гости показаны здесь. 21 страна в нашем регионе уже подписала меморандум о том, что мы должны совместно думать и действовать в отношении онкологических заболеваний. Действительно, это был прекрасный результат. Поэтому концепция правительства Венгрии, которая заключается в том, что научный потенциал человеческих ресурсов, которые занимаются онкологическими исследованиями и работа стран в регионе, обеспечит высокий уровень онкологического лечения нашим народам. И мы также уверены, что важность проблем рака также требует международных политических и профессионального сотрудничества. Вот почему была создана эта академика, для того, чтобы создать рамки для международного сотрудничества в области онкологии между коллегами из наших стран. И это было в прошлом году, и было приведено несколько встреч, и меморандум, также меморандум о вкладе был подписан министрами и некоторыми другими политиками, которые представляли 21 страну. Эта академия имеет определенную структуру и финансирование, и также имеется офис, который может поддерживать наш консорциум по раку молочной железы. И, конечно, академия, президент академии, я являюсь президентом академии, я буду президентом в течение ближайших двух лет. В этом академии есть совет, есть директор и есть ученые, которые же участвуют в работе этой организации, которые могут создать успешные проекты. Например, международная конференция на будущий год будет посвящена клиническим исследованиям. Я с удовольствием делюсь информацией, что профессор Андрей Каплин из Российской Федерации, академик, является одним из вице-президентов академии. И фактически Российская Федерация поддерживает этот проект общего мышления, общие мероприятия. Другой президент Ференц Виско из Сербии, он является государственным секретарем из Сербии. И здесь вы видите эти снимки. Сессия была в здании парламента в январе этого года. И также были созданы рабочие группы, которые показаны на этой странице. Если вы хотите принимать участие в работе этих рабочих групп и финансировать их, мы приглашаем всех принимать в этом участие. Здесь вы видите некоторые детали и наиболее важные параметры нашего исследования. Это касается не только клинической онкологии, не только хирургии. Это также гармонизация программ по предотвращению рака. И поэтому мы хотим создать это сотрудничество с поддержкой, с активной поддержкой наших клиницистов. Поэтому детали презентации наших проектов и целей показаны здесь, и структура нашей работы представлена здесь. Я хочу представить результаты и историю создания консорциума для тех, кто будет присоединяться к нам в режиме онлайн. И этот проект фактически был создан год тому назад, в октябре, на конференции Европейского общества по хирургической онкологии. И такими коллегами из Польши, мой друг Давид Марадова из Польши является основателем, Лексада Видера, профессор из Румынии и другие коллеги, которые являются хирургами-мамологами. Они представляют очень важные центры в нашем регионе. Конечно, мы не хотим никого исключать из этого проекта. Мы хотели бы интегрировать и объединить всех коллег, которые бы хотели действовать совместно и представлять наш центральный регион для других обществ, для других ученых, которые уже организованы в Восточной Европе. Они уже имеют общие цели, они их обсуждали, они приняли решение относительно того, что мы можем сделать совместно и что мы можем сделать в одиночку, какие проблемы мы можем решить. Мы должны сравнивать различные результаты, если кто-то захочет действовать в одиночку или от лица какой-то организации или университета, или представлять эти 300 или 500 миллионов жителей и пациентов с раком из региона Европы. Доктор Бессонов уже говорил, что существуют школы. У нас есть некоторые коллеги из региона Центральной Европы. Это очень важные ученые. И ученые также представляют и Западную Европу, например, такие как профессор Кюн. Я очень горжусь, что профессор Кривородко является одним из наиболее важных членов этого консорция по сотрудничеству. И он, и Национальный институт имени Петрова поддерживали нас в рамках второй конференции. Консорция по Раку-Горде в Центральной Европе. Никто тогда не знал, что у нас будет пандемия. Вот почему мы проводим эту конференцию в режиме онлайн и не присутствует в вашем прекрасном городе Санкт-Петербург. Я хочу поблагодарить вас за прекрасную организацию. И поэтому проект CBS, региональное сотрудничество профессиональных хирургов-мамологов разработали учебники. Прежде всего, на английском языке он был издан, потом на венгерском языке, потом на английском языке. Это достаточно дешевый учебник. Его могут купить все хирурги в регионах. Я с удовольствием делюсь информацией, что это очень полезный вклад профессора Кривородко. И этот учебник фактически в настоящее время переводится на русский язык. И поэтому все даже на русском языке смогут получить последнюю информацию о банкопластической хирургии. У нас есть также региональный образовательный проект. Были сделаны некоторые шаги в этом направлении. Мы используем телемедицину. У нас уже проведены сессии между Национальным институтом онкологии в Будапеште, Национальным институтом имени Петрова в Санкт-Петербурге. Эти сессии были очень активными и очень интересными. И я бы хотел попросить всех, для кого интересен этот проект, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, делитесь своими идеями, своими мыслями и даже темами для того, чтобы активно участвовать в этом процессе. Я очень горжусь, что это международное мышление. И благодаря этому я узнаю очень много от наших коллег и с Востока, и с Запада. И я очень рад, что я могу иметь контакты с учеными, с очень хорошими хирургами-мологами из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Лондона, из Германии. Поэтому это, конечно, очень интересный нетуэк, когда мы используем фактически интернет. И фактически наши коллеги соглашаются с нашими проблемами. И таким образом мы очень многое узнаем и вносим вклад в другие проекты. Например, вот этот проект, проект Брессо, это новый проект. Он был фактически создан, который в настоящее время является президентом Европейского общества онкологии. И как вы видите, действительно было очень много групп исследователей из Европы, которые поддерживали этот проект. И этот проект должен стандартизировать обязательные подразделения, которые должны быть созданы. И даже вот один человек, который должен быть экспертом по хирургии молочной железы, должна быть такая аккредитация. И, конечно же, представители профессионалов из области хирургии рака молочной железы из стран Центральной и Восточной Европы. Конечно, приглашается. Есть сейчас все больше и больше центров, центров аккредитации. И развертывается проекты высококачественного образования в сфере хирургии молочной железы. И это очень интересный процесс, который эволюционирует и развивается. И надо, конечно, представить наших коллег, нужные образовательные проекты для того, чтобы дальше проходил экзамен. И я очень рад поделиться с вами этой информацией. Наш консорциум уже работает в проекте, в проекте Элбрест. Это клинические испытания в области хирургии РМЖ. Это самые важные темы. И, конечно, наш консорциум должен и дальше развиваться и собирать высококачественные данные от ежедневной нашей работы. Дальше мы будем это публиковать, делиться своей практикой. Анализировать ее для того, чтобы предоставить хорошие компоненты доказательной медицины. И еще, можно сказать, что у нас идет исследование. Наши страны участвуют в этом. Различные центры, различные структуры в разных странах обмениваются информацией новейшими данными, которые необходимо анализировать. И поскольку мы находимся на Международном конгрессе, профессор Кристоф Андре, я должен упомянуть, это один из самых блестящих специалистов. И самые интересные встречи на континенте всегда устраиваются с участием. И мы поразим свои приглашения и в Польшу, и в Санкт-Петербург. Мы хотим, чтобы мы вместе сотрудничали, углубляли это сотрудничество, которое, собственно, уже началось. Международные конференции и семинары будут организовываться в разных странах. Также команда из Украины будет принимать в этом участие. Дорогие коллеги, это мой последний слайд. Хочу выразить свою благодарность на приглашение присутствовать и участвовать в этой конференции. Это вторая конференция нашего консорциума. И мы опять обсуждаем важный вопрос о онкологии и заболеваемости. Очень важная тема для нас. Мы должны очень активно принимать участие в международной деятельности, делиться информацией. И я приглашаю всех, кто сейчас слушает нас онлайн. Большое спасибо за участие. Продолжение следует...